Добрый день, ребята! На протяжении нескольких уроков мы с вами изучали оболочки Земли. Что это за оболочки? Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Гидросфера – это водная оболочка Земли. А литосфера – это твердая оболочка Земли. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с еще одной оболочкой Земли, которая называется биосфера. Давайте откроем с вами тетради и запишем тему урока. Биосфера – оболочка жизни на Земле. Существуют различные мнения и гипотезы о том, как появилась жизнь на нашей планете. От гипотезы самозарождения, когда люди верили, что живые организмы появляются из неживого вещества. Например, в 13-м столетии люди верили, что ягнята могут появляться из плодов деревьев, как видно на картинке. До гипотезы занесения жизни из космоса. Среди планет Солнечной системы только Земля населена живыми организмами и имеет оболочку, в которой распространена жизнь. Биосфера появилась гораздо позднее, чем другие оболочки Земли. Более 3 миллиардов лет назад на нашей планете зародилась жизнь. Зародилась она в океане. Это были простейшие микроорганизмы и одноклеточные водоросли. Затем появились более сложные существа. И 40 тысяч лет назад появился человек разумный. Прошло огромное количество времени, прежде чем в процессе эволюции сформировался тот органический мир, который существует на Земле. Так что же такое биосфера? А слово биосфера состоит из двух слов. Слово биосфера означает у нас жизнь, а слово сфера означает шар. Это в переводе с греческого языка. Таким образом можно сделать вывод, что биосфера это шар жизни или живой шар. Давайте дадим с вами определение слова биосфера и запишем его в тетрадке. Для этого нужно поставить видеоурок на паузу. Биосфера это земная оболочка, в которой существуют живые организмы и продукты их жизнедеятельности. То есть живое вещество. Термин биосфера впервые ввел в 1875 году австрийский ученый Эдуард Зиус. Его портрет вы сейчас видите на экране. Знания о биосфере накапливались постепенно с развитием таких наук, как ботаника, почеловедение, география растений. В 20-е годы 20 века выдающийся ученый Владимир Иванович Вернадский разработал учение о биосфере. Давайте с вами запишем эту фразу. Владимир Иванович говорил о том, что на земной поверхности нет силы более могущественной, чем живые организмы. В своем труде Владимир Иванович писал о том, что все живые организмы не только живут на нашей планете, но также способны ее изменять. Продуктами жизнедеятельности живых организмов являются такие полезные ископаемые, как торф, уголь, нил или нефть. А теперь давайте познакомимся с границами биосфера. Биосфера включает в себя верхний слой литосферы, всю гидросферу и нижние слои атмосферы. В этих слоях живые организмы могут существовать только при определенных условиях. В атмосфере живые организмы сосредоточены до высоты 7-8 километров от поверхности Земли. В атмосфере летают разнообразные птицы, могут летать различные насекомые летающие, а также летающие животные. Споры растений и грибов могут заноситься ветром на расстоянии до десятков километров от поверхности Земли. Там же у нас могут находиться различные бактерии. Границей распространения жизни в атмосфере служит озоновый экран. Выше озонового экрана существование жизни невозможно. В гидросфере живые организмы обитают по всей толще воды. В гидросфере можно встретить разнообразных рыб, различных морских черепах, также различных моллюсков и других водных обитателей. В гидросфере живые организмы распространены на глубине до нескольких километров. В почве обитают разнообразные черви, насекомые и их личинки, кроты, а также бактерии. Живые организмы встречаются в природе в самых необычных и самых суровых условиях. Живые организмы можно встретить во льдах, на вершинах гор, в соленых озерах, в безводных пустынях и даже на глубине в нефтяных пластах. Все живые организмы у нас разделены на четыре царства. Я предлагаю вам поработать самостоятельно. Для того, чтобы поработать самостоятельно, вам нужно будет открыть параграф 48, который называется «Биосфера». На странице 125 найти пункт параграфа «Разнообразие живого». Прочитать этот пункт параграфа и заполнить в тетрадях схему царства живой природы. А теперь давайте проверим, так ли у вас получилось. Все живые организмы делятся на четыре царства. Это царство растения, царство животные, царство бактерий и царство грибы. Растения и животные весьма разнообразны по формам и по размерам. Принято разделять всех живых существ на одноклеточные организмы и многоклеточные организмы. К одноклеточным организмам можно отнести, например, амебу обыкновенную. Это действительно самый простейший животный организм, который состоит всего лишь из одной клетки. К многоклеточным животным можно отнести птиц, рыб и даже человек относится у нас к многоклеточным организмам. По видовому разнообразию животные преобладают над растениями, но по массе, наоборот, растения у нас преобладают над животными. Некоторые виды растений и животных сохранились на нашей планете, пережив глобальные климатические изменения и оледенения. Такие животные называются реликтами. Давайте поставим видеоурок на паузу и запишем определение реликтов в тетрадь. В переводе с латинского языка слово «реликтум» означает «остаток». Реликты – это древние виды, сумевшие приспособиться к новым условиям обитания. К реликтам можно отнести такое чудное животное, как утконос. Жизнь распределена в биосферах очень неравномерно, а большинство живых существ распространено на суше. На диаграмме хорошо видно, что животных на суше 94%, а в океане всего лишь 6%. Почти то же самое происходит и с растениями. На суше 92% растений, а в океане всего 8%. При этом масса живого вещества растений на суше примерно в 1000 раз больше массы животных. Итак, давайте подведем итог нашего с вами сегодняшнего урока. Сегодня на уроке мы узнали, что биосфера – это живая оболочка Земли. Биосфера включает в себя нижние слои атмосферы, всю гидросферу и верхние слои литосферы. Впервые термин биосфера ввел Эдуард Зюз, а учение о биосфере разработал Владимир Иванович Вернацкий. Все живые организмы на Земле разделены на 4 царства. Царство растений, царство животных, царство грибы и царство бактерий. По видовому разнообразию животных больше, чем растений, а по массе живого вещества наоборот – растений больше, чем животных. В качестве домашнего задания вам нужно будет прочитать параграф 48, который называется «Биосфера» и попробовать заполнить мой кроссворд. Продолжение следует...